сегодня у меня на тестовом не знаю стенде или как это назвать материнка 486 требующая замены большей части конденсаторов но пока относительно более-менее работающая для чего я ее сегодня достал ну как я посмотрю она с некоторыми повреждениями которые я раньше не замечал но они не мешают так как у меня здесь используется 72 контактные симы буду тестировать целый набор комплектующих здесь у меня мультикарта не проверенная видеокарта якобы рабочая к сожалению без металлической планки планка есть только у мультяхи целый набор памяти упакованный с применением скотча с рекламы какой-то компании по производству цифровой цифровых вещей для стоматологии уж понятия не имею что это по идее это у меня 16 мегабайтные 72 контактные симы то что у меня считается практически анаптениумом с они довольно таки редки и дикой природе практически не встречается буду тестировать их работоспособность они якобы были нормальные но как видно ехали они не особенно защищенные от статики то есть не в подобном пакетике так что могли чисто теоретически пострадать последняя деталька довольно таки любопытная вещь как видно это у меня переходник компакт флешки на идее то есть по сути дела предок вот этого вот переходника в чем его прикол сделано в россии давным-давно извлечено из чего-то типа игрального автомата или другого подобного устройства буду тестировать его буду тестировать мультикарту буду тестировать видюху и память приступим было групп глупо втыкать такое большое количество непроверенных деталей одновременно в не очень хорошо рабочую материнскую плату поэтому будем тестировать по частям начинаем с видеокарты память старая которая здесь уже была и естественно добавил пост карту незаменимая вещь для тестирования старых и даже относительно новых компьютеров поэтому если вы работаете со старым железом моя рекомендация обязательно раздобудьте такую штуку как видно она совместимой специй и соса только для и сана к сожалению несколько неудачно неудачно расположены у нее как их экранчики светодиодные так что не очень хорошо можно посмотреть что же она собственно показывает ну и мы грузимся видео есть это какой-то странный объем памяти 12 мегабайт 8.4 получается да логично в принципе все это я так понимаю 4 одной рукой не вытащить поэтому жмем паузу памяти для тестирования у меня настолько много что она даже не влезла полностью на этот гигантский блок питания выберем какую-нибудь рандомную пару но вернее не рандомную а чтобы тут были одинаковые типа планок и будем их включать и тестировать так 2 это либо вот этот вайкинг похоже на неё но где-то было еще подобная же планка я ее видел когда извлекал вот она не помешало бы еще подключить писье спикер на всякий случай я так понимаю что он подключается вот к этим четырем ножкам 32 мегабайта памяти доехали живыми ну естественно позже я буду уже их тестировать какой-нибудь специальной программой либо воткнув компьютер который практически сразу и их задействует планки эти берутся в первую очередь для моих компьютеров класса pentium 1 стандарта atx где у меня к сожалению в двух из трех компьютеров у меня такая память то есть они ограничены у меня планками по 8 мегабайт 4 штуки то есть получается у нас всего лишь 32 метра сейчас я смогу сюда воткнуть аж целых 64 только в этом корпусе только в этом компьютере у меня память димы ну тут не видно конечно джунгли из проводов остальные два компьютера которые у меня стоят вот здесь один чуть менее закупан чем другой в этих двух у меня к сожалению память симы поэтому на них стоит windows 95 практически без наворотов и работает прям скажем так себе дать угадаю никс до 2000 год это у нас видимо для парить и сейчас найдем пород этой вот она вот так тоже слегка раздолбанный разъем материнка такая слегка пострадавшая ну вроде постится отлично кстати материнка работает лучше чем она у меня работала до того как я ее извлек из корпуса так что ее наверное надо вернуть назад с извинениями может даже не меняя в ней никакие конденсаторы но насколько я помню у нее есть еще один интересный баг не знаю чем это вызвано но в ней дохнут батарейки просто через два-три дня хлоп поставил новую батарейку проходит два-три дня антигрид батарейка сдохла так что надо будет здесь все аккуратно прозвонить и выяснить что что-то может быть не так возможно потому что здесь включен ну хотя да это для внутренней батарейки внешне ему надо будет потом тоже повесить и померить ток который потребляет с этой материнкой вот от нее пара эти идут толпой в один из корпусов все четыре одинаковых вот а может они идут нет идут опять не до конца воткнулась здесь проблема с вот этим сокетом то есть вот эта сторона она висит в воздухе в нём а а а есть так то лучше и последние две планки у меня не парные вернее не из разных пар это производство фирмы вайкинг интересно никогда такой не видел но мне и практически не попадалось настолько поздняя память это бог знает кто производитель тошиба производитель чипов а кто изготовил саму планку бог ее знает ладно и мы не постимся интересно но возможно ожидаемо есть что характерно он не перестал писать про то что батарейка сдохла и здесь вообще нет ну ладно окей и осталось проверить мультикарту ну и заодно с мультикартой можно протестировать вот этот переходник это у меня подходит питание и насколько можно посмотреть вот это вот ножка насколько понял ты нога номер один либо самая последняя она приходит на верхний контакт это земля питание здесь не должно подходить вообще никак либо она подходит по двадцатой ноге двадцатая нога у нас по моему вот это это все сейчас можно выяснить легко поправочка земля это ножка номер два на идее коннектор сейчас если я смогу сфокусироваться на этой плате что-то он не очень хочет это делать вот куда приходит земля плюс еще на две точки на плате как бы одна из них не оказалось 20 но насколько я понял на вот этом переходнике 20 ножка с питанием не соединяется так что короткого замыкания быть не должно но это сейчас мы легко выясним опытным путем подключил карточку на 16 мегабайт которую не очень жалко и пока что питание у меня здесь не подсоединено вообще посмотрим что произойдет в этом случае потому что некоторые карточки у меня умудрялись работать без питания но как-то вряд ли сомнительный нет и нет пока что сейчас он не находит ничего вопрос подведения питания что-то изменит или эта карточка слегка не рабочая либо не настроена правильно то есть вся адресация выставляется перемычками перемычки могут стать неверно так ничего не взорвалось уже неплохо дым не идет но но ничего не видит значит мультикарта предположительно не рабочая попробуем другой переходник и как ни странно это помогло причем как видно карточка определяется здесь двумя разными способами только один из них правильный который из них я не знаю видимо тот где молд нормал но с этим я еще поработаю как видно здесь моему треснувший треснувший припой на ножки через которую приводится питание то есть может быть еще поэтому здесь ничего не работает так и проверим дисковод заодно ну естественно он неправильный по умолчанию 5 дюймовый здесь яс правда сохранять ему некуда батарейка отсутствует ну тем не менее пока питание не отключится косяков быть не должно и мы сразу загрузились с волков командира сейчас он не вырубается что у меня и подключена мышь какая здесь распиновка у компорта это я буду определять отдельно это тоже займет довольно большое время но как видно я загрузился и наверное могу сейчас попробовать зайти на диск а или не смогу потому что шлейф подключен неверно то лампочка все время горит типичные типичный косяк когда шлейф воткнут верх ногами попробуем исправить диск а доступен и мышь определилась с первой попытки это у меня стандартный ком порт который до сих пор можно купить новым на алиэкспрессе у которого сначала подключен шлейфа верхний фрагмент потом нижний фрагмент это альтернативный вариант распайки верх-низ 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 этот встречается в основном на zita tomato boards и на других материнских платах не встречается но иногда попадался на старых мультикартах данном случае мне повезло это не он в общем 486 укомплектован видеокартой мультикартой с переходником еще по разбираюсь и через какое-то время эту машину можно будет собирать в другом корпусе корпус еще придется поискать но я думаю что я смогу что-то выбрать из своего вот такое вот видео спасибо за просмотр